Привет. Если что, это, наверное, уже десятое интервью за последний год, которое дают Джейм. Слишком много у тебя берут интервью. Как это работает, почему? Наверное, потому что я мега интересный человек. Мезия-гигант. Не, просто... Мне кажется, просто закончились какие-то контент-мейкеры, у некого взять интервью и ко мне обращаться. А я, в принципе, не отказываю. Джейм. Джами Али. Игрок российской организации Virtus.pro. Финалист Starladder Major Berlin 2019. Джами известен своим стилем игры, который прозвали «Джейм Тайм». Стиль заключается в аккуратной игре и в большом количестве сейвов. Джейм занимает лидирующие позиции по миру как человек с самым маленьким количеством смертей за игру. Но и также из-за его внешности его слишком часто ассоциируют с Иисусом. А за последние 20 дней это его уже третье интервью, которое он дал. Медиагигант. Что еще сказать? Было много интервью и тебя мало где спрашивали про твою национальность и где ты родился? Я родился и вырос на вратиске. Это такой город на юге. Национальность... У меня отец из Афганистана, а мама русская. И я жил в русской семье, в русской культуре и, в принципе, считаю, унифицирую себя как россиянин. Сколько тебе сейчас лет? Мне 22. Считаешь ли ты, что ты многого добился за свои 22 года? Ну, я считаю, что относительно кого брать, но, в принципе, я доволен тем, что имею и что у меня было. Но не прям я там не горжусь, не хожу, вот я там что-то там делал, где там был, с кем-то играл, нет. 22 года? Серёжно? Да. Не выглядит, да, вообще? Не нравится, не выдохнулся. Тебе нравится быть похожим на более взрослого? Да нет, мне не нравится борода вообще, но все говорят, урод без бороды, носи бороду. Серьёзно, борода прям идти заходят. Да, понятно, но я, в принципе, хочу, пока мне 22, побыть молодым, а то, блин, ну, через 8 лет, понятно, я буду всегда с бородой ходить, наверное. Слушай, нет, не надо заблевать. Да вот ты, ты как все, понимаешь? Нет, это твой имидж, всё, тебя нельзя воспринимать без бороды, это как Эдвард, когда он собрил бороду, всё, кто это вообще? Вот, про это у меня есть отдельная мысль. Маргенштерн сказал своему интервью Джарахову, что надо меняться, что людям надоедает один образ. Так они на него смотрят, как он поёт, а ты играешь. Нет, 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 там типа он меняет прически, стиль поведения с аудиторией, то он там семянин, то он Хью Хефнер. То же самое я могу делать с собой, да? То есть, если у меня было время, я бы там, не знаю, по-разному себя ввёл бы, вот был бы патриотом своей страны и разные образы бы на себя примерял. Но, в принципе, в один день у меня есть какой-то запал, а в остальные 30 нету и вот всё, как оно есть. То есть, в какой-то момент мы можем от тебя ждать Лысину и… Да, я думаю, всё что угодно можешь ждать от меня. В этом будет длиноват Моргенштерн. Джейм Тайм. В чём его секрет? Ну, мой стиль игры выработался с годами, просто мне неприятно, когда меня кто-то убивает, да? То есть, если тебя убили, ты, значит, ошибся, правильно? Ну, вот делаем вывод, что я не ошибаюсь, получается. То есть, тебе меньше всего ошибок на про сцене? Ну, по сути, да. Ну, нет, конечно. Ну, просто, наверное, темперамент так сложилось всё. В принципе, нравится много играть, да? То есть, если ты агрессивно идёшь, то ты, в принципе, два фрага дашь и умрёшь. А время-то идёт. Хочется поиграть подольше за компьютером. Там, побег где-то. Это когда в клубе, да, ты… Да. Я у меня в клубе тренируюсь и играю в стелки. У тебя завтра игра с Na'Vi 18.00. Что ты сделаешь перед игрой? Сколько ты будешь тренироваться? И в каком момент вы зайдёте в Team Strix с командой? Сколько времени до начала игры? Так, ну, если это Na'Vi 18.00, то мы зайдём в TeamSpeak где-то в 5-17.00. Мы потренируемся, как я буду играть DM. Ну, там, час, больше, может быть, в зависимости от того, как я себя чувствую. И, ну, мы до этого соберёмся, обсудим, что мы пикаем, что мы баним. И, может, тогда, ну, если мы по ходу турнира играем, то мы можем не готовиться. Потому что мы, в принципе, знаем, как люди играют. И на каких картах мы будем играть, мы, в принципе, знаем. Но если это прям новый турнир, первая открывающая игра, то я посмотрю игры, посмотрю, там, на что у них убор сделал и так далее. Чтобы я там правильные вещи раскаливал. Всё. Ну, на самом деле, ничем не отличается от подхода к Spirit, Gambit. Вот. Уже сейчас объявляют лучших игроков в Шелтею 2020. Ожидал ли ты себя на 20-17 позиции? Ты ждал себя? Нет. Ну, вообще не ожидал. Я, ну, провалили как я, так и команда первую часть года. Ну, даже большую часть. И поэтому никаких надежд у меня не было. А что скажешь про американский список игроков, которые попали? Ну, это, наверное, не самый объективный рейтинг за всё время. Потому что, наверное, американцы только последнюю часть этого года отыгрывали между европейскими командами там. Но что есть, то есть, в принципе. Это просто рейтинг. Не знаю, ну, как бы он же за него деньги не платит. Как только мы заходим в квартиру Джейма, мы сразу видим два роутера. Расскажи, зачем это делается? Это делается для того, чтобы если бы у тебя проблемы с одним провайдером, ты менял на другой. В случае DOS? Ну, не в случае DOS. Допустим, часто проблемы возникают. Просто ping в некоторых серверах 100. Ну, и всё, ты ничего не сделаешь. Например, на одной локации у одного провайдера... Вот есть германские, немецкие сервера. Там две локации. У меня с одного провайдера хороший ping на одну локацию, а на другую плохой. А на другом наоборот. Хотя на другом ping у меня там 45, а на другом 35 на другие. Ну, как бы что-то непонятное. Были у тебя еще случаи, когда тебе нужен был второй провайдера? Нет. Были случаи, когда я платил за оба, а пользовался одним и всё. В основном один из них отключен, и я им воспользуюсь, когда будут проблемы реальные. То есть он так быстро включится? Ну, я там скину деньги на баланс и через пять минут мотивируюсь. Хотя у Марика, у него там два интернета, и он так вот... Сейчас, пацаны, подождите, паузу я поменяю. Всё, поменял, вот так у него. Я не знаю, как он это делает. Два провода подключены, и он один... Ну, может быть. Ну, да. Но, видишь, он не экономит. Эти пять минут, может быть, сыграют роль в игре в финале. Ну, не сыграют, потому что ты настраиваешь техническую паузу, делаешь бэкап, и всё нормально. Мы сейчас находимся в Питере. Сколько здесь квадратов? Не знаю. Типа тридцать пять, наверное, даже однокомнатная. Нет, тридцать пять здесь побольше будет. Однокомнатная, наверное, что? Ну, наверное, я не знаю, как эта кухня называется, но... В студии? Может, сорок, значит. А твоя? Нет. Так, подожди, ты финалист чемпионата мира. Так. Дважды. Трижды. Трижды, да. Да. Нету пока у меня цели взять квартиру, поэтому её и нету. Сейчас я вам покажу некий лайфхак спустя три года. Мы заходим в Shift-Up, заходим в настройки, веб-браузер и вместо Google, который у вас будет приписан, вставляем Cybershock.net. Нажимаем ОК и теперь после любого нажатия на веб-браузер у вас будет включаться сразу Cybershock. Это ускорит подключение на наши сервера просто в три раза. Сейчас мы выбираем любой режим, к примеру, Deathmatch, Light. Если на сервере есть приписка Light, это означает, что после игры на этом сервере вам не нужно будет перезаходить в игру. Мы делаем Kill и выходим из сервера. И теперь мы можем спокойно запустить матчмэкинг и какие-то построенные файлы вас не тронут, потому что это сервер Light. Хочу уточнить, мы держим сервера в четырех странах мира. Германия, Франция, Россия и Казахстан. Так что высокий пинг у нас не приветствуется. Единственное, что Хабаровск, с ним пока что проблемы. Проект Cybershock.net абсолютно бесплатный для игры. Мы зарабатываем только на продаже премок и наших спонсорах. Сейчас я вам расскажу про уникальную функцию Drop Skin Off. Она есть только у Premium, которая стоит 5 долларов в месяц. Вы можете играть на серверах и выбивать иногда скины. Понятное дело, плагин из этого фейк, но отзывы есть, как люди играют и получают скины. Ну а также функция Skin Changer, которая доступна в Premium и Light подписке. Вы можете выбрать любой ножик и он меняется автоматически в игре. Просто сразу же. Ну или же пистолетик. Давайте выберем USP Orion. Вот так вот. Ну а также у Premium игроков есть еще функция смотреть, кто играет из проигроков или стримеров. К примеру, вот мой друг, Клеймикс играет на Сюрфе. А есть проигрок Кадео, который прямо сейчас играет на ВХОПе. Нажимаете на эту кнопку и присоединяйтесь к нему и общаетесь. То есть это социальная гребаная сеть. Ну понятное дело, я молчу про наш Among Us, который вы можете поиграть в CS GO. Ну и кстати говоря, именно сегодня новостной портал WinGG написал большую статью про этот режим именно у нас. Конечно, грустновато, что об этом написал проект западно-российский. Ну вот так вот получается. Ну и пока я рассказываю вам про Сабершок, мы уже готовим новые обновления. Поэтому, чтобы не пропускать эти обновления, подпишитесь на паблик ВКонтакте Сабершока. Ну или попробуйте в ближайшее время наш проект, если вы еще у нас не были. Все ссылочки я оставлю в описании. В каких составах до Vanguard ты играл? Это было три состава. То есть я, получается, человек, который играл ну плюс-минус в двух составах на самом деле. Я играл очень много там года-два Северин, Паша Нож, Тревел, Яросея, ВУП. Ну мы менялись там игроками, кто-то в какой-то момент уходил. Димасик. И это, в принципе, что-то более серьезное. Мы там уже что-то разбирали, много играли. А до этого просто на каких-то ланах собирались единожды. Больше у меня не было составов. То есть ты называешь три состава? Это был первый? Ну два, два состава. Это первый был и Авангар его не поменялся, по сути, да? Ну, Авангар и вот Virtus.pro. Это ты в один? Да. То есть три года в одном и два года в другом. Это очень серьезно. Слушай, тебе кажется, что если человек меняет часто составы, значит, проблем в нем. Если он настолько часто играет. Так, я об этом никогда не думал. Но, в принципе, все индивидуально. Наверное, на дистанции можно определить какую-то закономерность, но я ее не могу определить, потому что об этом вообще не думал. Но кому-то не везет с составом, организации распадаются они. Кто-то может меняет там шило на мыло еще. Кто-то может не с теми людьми, а кто-то может реально сам. Такой человек, которого не терпят и которому, ну как бы, нужно сменить обстановку. Как тебя заметили в Ангар? Это было летом. У меня проходил банный эссея. Да, я его всегда упоминаю, хотя мог бы не упоминать мое грязное белье. У меня был банный эссея, и он как раз проходил. И меня пригласили в команду на роль снайпера, на роль снайпера капитана. И это было потому что, первое, меня заметили уже давно. Я там на шоте в играх каких-то выделялся, против там Виктора, Бабла. И второе, там играл мой бывший тиммейт, Димасик. И он как бы посодействовал, скорее всего, положительно отозвавшись обо мне. За что я ему спасибо. Он нашел в ораунду? Я слышал об этом, я рад, что, блин... Нашел? Ну нет, что он нашел то, чем может заниматься. То, что будет приносить ему удовольствие, взять деньги. Ну, он как бы не сдался, хотя мог бы. А продолжил играть, нашел себя. И желаю успехов ему. Пару слов про Авангар и вовлеченность Йон Гуна в коллектив. Про Авангар пару слов. Хорошая команда, очень много теплых воспоминаний вместе с Йон Гуном. Мы были на буткэмпе в Киеве. Ну, как бы, реально очень теплые какие-то воспоминания. Я даже когда там жил, это все происходило. Я уже тогда понимал, что это, ну, как бы, один из, наверное, самых счастливых моментов в моей жизни. Что, как бы, какая-то жизнь мечта, буткэмп, КС. Постоянно все смеются. Нас там было много. Всякие казахи, еда там. Ничего делать не надо, только КС. Да и, в принципе, результаты были. Ну, как бы, ну, не жизнь, а сказка. А по поводу какого-то Йон Гуна, вовлеченности он был максимально вовлечен. В какой-то момент. А особенно на стадии становления, формирования команды. Очень много дал, там, как бы, человеческих каких-то качеств. Такие там. Ну, больше он работал, ну, с игрой он не работал. Он давал какие-то свои оценки, потому что он тоже играл в КС. Там даже на каких-то турнирах участвовал. Но больше как люди, он нас, как бы, чему-то учил, делился опытом. То есть, без него это тоже одна. Там есть Дастан, есть Йоник, Йон Гун, Мейфилд. Тоже часть того успеха, который у нас был. Что он в тебе изменил? Я думаю, что это он сделал и, отчасти, Дастан. Ну, то, что, там, ты капитан, ты управляешь. Вот это, вот, лидерские какие-то качества, что, наверное, у меня их не было. Ну, как бы, ну, были на каком-то раннем, там, этапе. И они пытались развивать во мне это. То есть, ты решаешь, ты капитан, там, давай, делай это. Ну, как бы, давали какую-то уверенность. Чтобы я, как бы, брал больше ответственности, там, больше, как бы, не знаю, переживал. Не знаю, ну, короче, какие-то лидерские качества. Мой голос, чтобы был во время игры, вне игры, как бы, громче, выше, значимее. Чтобы, ну, относительно того, что до этого было. Сколько аниме ты пересмотрел, примерно? Ну, смотря, как считать, если сезоны. То есть, допустим, если «Атака титанов», там, несколько сезонов. И если, вот, на «Шокимори», там, считается каждый сезон за один просмотренный тайтл, то так, где-то около 120, с учетом всяких длинных типа «Дарганболов» и «Ванпис» наполовину пострел. А если вот так, на вскидку, ну, штук 60 от различных. А можешь выделить топ-3 аниме, которое ты посоветишь посмотреть? Ну, мне «Кайди» нравится. То есть, там, про азартные игры. Потом, ну, блин, всякие «Тетради смерти». Ну, там, этот режиссер, у него, в принципе, все неплохие. Можно его загуглить, я его не знаю. И пусть будет какой-нибудь «Поцелуй сестер», например. А почему ты засмеялся? Ну, что-то, какой-то подвох есть? Ну, да, там, ну, это, на самом деле, надо к аниме подходить комплексно и надо все жанры исследовать, вот. А там что, ЛГБТ какой-то? Нет, типа… Процессы? Не «Хентай», а, как сказать, «Этти». Это, там, типа, девочки, что-то там, к брату пристают сестры. «Инцесса». Ну, наверное. Не знаю. Но там не было «Инцесса». Там просто, типа, заигрывание со старшим братом. Там, типа, у них… Ну, ничего не доходило, да, до финала? Не-не-не, там оно не грязное. Хорошо. Пойдем посмотрим, как ты играешь и где играет трижды финалист чемпионата мира. Ну, место у тебя, на самом деле, уютное. Если рассматривать по столу, здесь, понятное дело, все девайсы в HyperX. Но я хочу больше обратить внимание на то, как играет джен. Если что, понятное дело, здесь кресло Dixie Racer 2546, монитор 240 Гц. Твоя фишка в том, что ты играешь на RDFG вместо VSD. Откуда ты перенял эту идею? Я точно не помню, но, скорее всего, GetRide, а может, и не он. Но кто-то из проигроков передвинул просто вкладку. Я чекал KFG и увидел, что да, в этом есть логика. И повзаимствовал данную раскладку. Сейчас мы покажем примерно то, что он получает благодаря такой раскладке движения по карте. Так, ну, вкратце. Идти вперед – R, идти назад – F, влево – D, вправо – G и садиться на Z. Как всем известно, эта клавиша ближе находится к моей раскладке и легче нажимать на Ctrl. Дальше флешка на A, смок на запятую и молек на K, K, L. В принципе, на Shift идти на Space, вперед прыгать колесиком. Ну, в принципе, все. Оружие также переключаешь. То есть, ничего необычного, просто вместо VSD я перелил на две клавиши вправо. И как будто это супер гениально, но на самом деле на это надо ставить внимание я не думаю, что стоит. В принципе, ничего в целом не поменялось. Ну, еще вопрос от Funder насчет BlackBar. Почему ты используешь прямо сейчас эти настройки, хотя многие игроки приходят на 16 на 9, 1920, либо же такой же 4 на 3, только растянутый. Даже тот же Zai вчера перешел на 16 на 9. Почему это происходит сейчас у проигроков и почему ты остаешься на BlackBar? Так, по поводу, почему я не перешел. Это связано с тем, что буквально два дня назад я поменял компьютер, но обновил какие-то запчасти. И сейчас я могу перейти на FullHD. До этого у меня не хватало FPS, банально просто. И я попробую еще раз. То есть, я пробовал до этого, но FPS не было. Сейчас я попробую еще раз перейти. В чем плюс этого разрешения? Почему все переходят? Первое. Модельки движутся медленнее. Второе. Больше обзор, очевидно. Третье. Лучше видно в Smoky. Четвертое. Ну, как я понял, я играл немного. Ты жестче открываешься на коротеньких стрейфах. То есть, когда ты играешь растянуто 4 на 3, то ты вот так вот медленно не можешь открыться. Допустим, ROBS. Но если в его игру посмотрите, то есть, там только он на коротеньких играет. И вот FullHD как раз дает это все. Да. Интересно. Про твои спорства с Исусом. Так. Ты носишь такую длинную прическу. По какому поводу? Ну, у меня череп странный. Да нет, ну как бы, во-первых, скритизиан разных размеров ушей. Первое. Второе. В принципе, мне нравятся длинные волосы. Потому что я там слушаю какую-то музыку определенную. Помимо этого я учился в школе и ходил в универ, где нельзя было длинные волосы носить. И поэтому я компенсирую упущенное время. Если вы сейчас посмотрите, как мы ходим и какая у нас разница по росту. Хоть я не самый низкий человек. Жем, какой у тебя рост? Метр девяносто четыре. По каким-то хорошим данным. Но последний раз метр девяносто три было в спортивном клубе. Я измерял рост. То есть, что получается уменьшает дыру? Не, наверное, просто там клуб неправильно настроен. Я надеюсь на это. Были у тебя попытки заняться спортом, имея такой рост? Да, я занимался футболом пять лет в юношеской футбольной школе. Ходил на все соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу. И вот где-то в десятом классе перестал заниматься. Что скажешь про игру Valorant? Почему настолько много игроков ушло в эту игру? Могу сказать то, что я не знаю ничего об этой игре. Я не смотрел ни одного видео, ни одной секунды. Ну, знаю, что на CS там есть разные штуки. Вот что я знаю. То, что мне рассказывали. Почему ушли? Наверное, потому что не выдержали конкуренцию в CS. У кого-то может баны, кто-то хочет сменить обстановку. Но, наверное, потому что не было хорошей команды, хороших условий, в которых они могли работать. Ты сейчас отмечаешь игру с AWP. И, капитан, назови своих ая кумиров, за которых ты наблюдаешь и понимаешь, как лучше отыгрывать в этой роли. Ну, начнем с того, что снайперов-капитанов не так много. Это по пальцам пересчитать. Fallen, MSL, Cadian. Так, в СНГ-GR пробовал себя Alien. Декстер когда-то пробовал, помню. В принципе, наверное... А, Nitro еще был. Вот, наверное, все. За кем слежу, наверное, из снайперов это Fallen. Первый открыватель, ну, как бы... Два года у него эра была своя. И с ним я, ну, как бы, ассоциировался. Да, то есть тогда не было таких, так много снайперов-капитанов. Но там всякие вещи я беру, ну, и у обычных снайперов в основном. Почему ты не играешь в FL? Ну, в разные периоды по-разному было. Но... В общем, потому что... Нету времени командного. Могу играть только во время отдыха. Либо... Ну, да, во время отдыха. Очень часто во время отдыха я еду домой в Новороссийск, и там будет плохой пинг. Ну, это, наверное, именно конкретно в отдых почему не играю. По ходу сезона, потому что банально нет времени. Да и желания особого нет, в принципе, играть. Я обычно уставший, когда надо играть в FL. И не хочется там руинить людям. Потому что я мне как бы... Я нехотя захожу, какие-то миксы, может сыграть для себя. Молча отбегаю, то, что мне надо. Там, понажимаю стрейфы, чтобы чувствовать себя лучше. А так, чтобы заходить там, раскаливать, помогать кому-то. Там еще не факт, что тебе споты дадут. Да, как бы тебя могут поунижать. А ты, в принципе, ничего не скажешь в Аты. Потому что в английский не на том уровне, чтобы ты там сам, типа, втроллил и булил. Как ты отдыхаешь после игр? Какие-то тренировки или официалки? Я отдыхаю после официалок. Никто не отдыхает. Только есть... Все зависит конкретно от графика. Если на следующий день официалка, то никто не отдыхает. Но если она рано, то все идут спать. Если у них режимы хорошие. Ты так же там тренируешь, да и играешь. Насчет режима. Я заснул сегодня в 10 утра. Ты заснул в час ночи. Это шикарный какой-то режим. У тебя всегда так или так получилось? Ну вот, например, неделю назад у меня был режим ложиться в час дня. просыпаться в 10 вечера. Только неделю назад. Но сейчас начались тренировки. И, в принципе, режим сам собой уже идет. А когда... Вот почему мне такой режим схватился? Потому что это отдых. И я, в принципе, за режимом не особо хотел следить. Ну и уложился, когда захочу. Ну так и вышло. А тебе не кажется, что когда ты не ограничиваешь себя в режиме, получается больше продуктивности и результатов? Или все-таки нужно соблюдать его? Я думаю, что... Ну очень многие люди считают, что ночью как бы творить можно. Ты как бы вдохновлен. Но если это все переходит вот как в 10 вечера встал, то в принципе нет разницы во сколько ты там ложишься. Хотя, я когда просыпался в 10 вечера, я уже там в 11 вечера в CS шел играть. А если бы я встал в час, то я бы, может, растянул бы еще часов пять, ничего не делал бы. Продержаться по игре. Да. А так, в принципе, ты, когда прям поздно просыпаешь, и ты прям думаешь, блин... Но это надо... Это у меня произошло, потому что у меня привычка играть вечером, а когда начал вставать позже, то она как бы осталась. Но если бы я вставал всегда поздно, то этой привычки не было бы. Лукаш, мне это значит? Да все индивидуально. Ты учился в Новороссийске? Да. До какого класса? И как у тебя по образованию? До 11 класса. Поступил в УУЗ. Первый курс отучился полностью. На кого? На экономиста. По образованию все. На экономиста? Закончили на этом. Сохраняешь деньги, да? Не-не-не. В принципе, я ничего конкретно про специальность не узнал. Там макроэкономик, микро что-то, водные какие-то вещи. Там всякие инфляции. А вот конкретно финансирование, управление предприятием, бухгалтерский учет. Этого у меня не было. Это уже первый курс, как всегда, водный. Там какой-то материал вообще со школы был. И, в принципе, я, наверное, даже не экономист вовсе. А ты капитан? Тебе легко учитывать экономику, правда? На самом деле, да. Раньше было полегче. Сейчас вообще она что-то бешеная. Какие-то луз-бонусы за смерть и фраги. АВП ты иногда не ожидаешь. То есть сейчас сложнее, чем год назад или два года назад, когда экономику поменяли. Но у нас мне помогает команда. То есть контролирует меня. И у нас даже есть ответственный. Не будем называть его имя. Который... То есть у вас есть седьмой игрок? Не-не-не. Просто у нас человек в команде говорит, типа, вот столько-то денег, плюс-минус и... А, так он просто заходит в ваш ЛТВ и смотрит? Не-не, он просто в голове у себя прокручивает. И никаких, никаких запрещенных методов. Работа вне киберспорта была ли она у тебя? Ну... Я учился в школе. Там работы в принципе не было. Летом можно было где-то поработать. И я работал два дня. Газеты раздавал. Разносил по ящикам пару дней. И получил там 500 рублей. И это было адски сложно. Прям... А вторая работа, это меня мама устроила помощником геодезиста. И я там тоже походил пару дней. Что-то поделал. И потом все. В принципе, играл в КС. Сходил на тренировки. В футбол играл. И все. А когда в ВУЗ поступил, тоже в принципе работы нет. Какие были обстоятельства, когда ты поигрывался с Каламбр Штрайк? Именно с Каламбр Штрайк? Именно с Каламбр Штрайк. Именно... Вот я первый раз поиграл там вообще, там, 7-6 лет. Ну, один раунд, сыграл пару раундов. Потом уже, когда ко мне приехал брат, он начал играть в КС. Я такой, ого, ничего себе. И он мне дал поиграть. Это, наверное, тогда произошло. Уже я в 1.6 играл. Ну, где-то было 10... Не, не 10. Восемьдесят девять лет мне было. Что тебе понравилось в этой игре? Да, в принципе, я вообще игры какие-то любил. Там, PlayStation мне был. Оказывается, как шутер. И... Ну, такое, для мальчишек, детей, мужского пола. Он привлекательный тем, потому что ты там автоматы, стрелялки. И сразу мне это понравилось. Это про Каламбр Штрайк? Как ты познакомился с самой CSGO? Я... Там была... Она вышла. Была пиратская версия. Я попробовал на ней. Там у меня был слабый компьютер. Было мало FPS. Я вернулся на Source, Source, KSS. И... Потом уже в Steam. У меня... Ну, поиграл в Dota какое-то время. И уже в Steam купил CS. И... Вот так. Как-то... Ну, не знаю. Знакомство было такое. Даже его не было. Просто... Где-то услышал. Все. И потом уже спустя время поиграл. Насчет твоей тренировки перед игрой. Как ты тренируешься? Есть ли какие-то меты? Десматч. Бэхоп. Сюрф. Что ты вообще тренируешься? Куда ты вообще заходишь? Судя по себе, что ты не заходишь, уже две недели к нам. Я прощаю. Я прощаю на этот раз. Я вчера заходил. Мы... Вчера? Да. Мы... Ну, вообще, я захожу на DM'ы. Я М-ботцы. И... Ничего особенного. В принципе. Я тысячу раз играл и скажу, что нет никакой супертайны. Как тренироваться. Надо просто много где-то делать. Что бы ты изменил в своем рабочем месте? Ну, я бы во большее место взял себе. Да. Те стоит мало. Ну, в принципе, да все необходимое есть. Кровать есть, стул, девайсы, компьютер все есть. То есть, в принципе, еда это достаточно мне. Ну, в будущем, понятно, в своей квартире будет большой стол. Ни на одно место для всяких непонятных вещей на столе. А пока так. Как ты узнал про переход в команду Virtus.pro? Какие у тебя были эмоции и как вас к этому подготовили? Мы после Blast поехали на автограф-сессию и там что-то связанное с Lenovo, нашими спонсорами, бывшими в Алмату. И там, отведя там автограф-сессию, пообщались с фанатами, с людьми. Нас подняли на второй этаж в офис «Авангар» и сказали, что вот так вот, смотрите, такое предложение. И началось обсуждение всего. То есть, это постфактум? Нет, нам не сказали, что вас продают. То есть, нас собрали всех вместе, так получилось. И нам всем сказали в тот момент. Что сразу было заметно в разнице после «Авангар»? Может быть, подход организации к тебе именно индивидуальный? Может быть, понятное дело, условия лучше. Но вот какие-то моменты, которые ты заметил? Я думаю, в «Авангар» больше все строилось на каких-то отношениях межличностных. Тут есть грань четкая между игроком и руководством. Ну, там тоже так было. Просто здесь прям реально чужие люди, чужой человек. Я просто наемный рабочий. Я тут играю до того момента, пока я не стану плохо играть, меня не заменят. Ну, потому что для меня эти люди просто как, ну, реально начальник. И пока я их устраиваю, я работаю. А в «Авангаре» там как бы из-за того, что мы с нуля начинали, как бы к нам отношение было другое. Из-за того, что там Йонгун был внедрен. Ну, с нами все это переживал. Также там нервничал. И, в принципе, мы понимали, что дальше мы можем как-то посотрудничать. У нас хорошие отношения, наверное, остались. Вот. После перехода в «Виртус Про» вы показывали просто максимально плохие результаты. Почему это происходило? И что вы изменили, что сейчас вы считаетесь самой стабильной командой «Висунга»? Ну, скажу вот, что мы не самая стабильная. Стабильная сейчас «Нави», по моему мнению. Потому что наш отрезок, он не так уж и длин. Все-таки месяц четыре мы играли, а «Нави» весь год стабильно. Реально вот то, к чему мы должны стремиться. А по поводу, почему проигрывали? Я думаю, там разные причины в разные моменты. В начале, наверное, основное было то, что мы были уставшие. Реально, мы играли без перерыва месяца четыре. И у нас был отдых одна неделя. Ну, то есть, это ничего не значит. Мы просто прилетели домой и обратно по турнирам. И даже банально вещи, которые мы играли, с которыми мы играли, люди уже все узнали, но мы должны были менять свою игру. Но у нас даже не было времени натренировать. У нас турнир за турниром. То есть, мы неправильно логистику построили. Ну, в связи с тем, что мало опыта. Было реально таких графиков. Потом уже эта атмосфера. То есть, как я говорил, это не связано с тем, что все ругались, а связано с тем, что уже какая-то потеря мотивации. То, что ты там проигрываешь, свои матчи отдаешь. В начале у нас было все хорошо. Там Бласт выиграли, потом на турнирах выходили в плей-оффы. Проигрывали обидные игры. Вот эти обидные поражения накапливаются, накапливаются, и они как бы команду изнутри немножко разрушают. И кто-то уже из-за того, что мы там три года на буткемпе очень сильно устал и хотел взять перерыв. И мы уже доигрывали наш сезон как могли. То есть, наверное, с этим. Мотивация. Это самое главное у каждого человека. Как ты ее находишь? В разные периоды по-разному. Но вообще она всегда во мне, внутри меня. Она подпитывается просто разными факторами. Но в основном, как бы это банально не звучало, очень большой отрезок занимало просто аниме. Какие-то там вещи, где люди превознемогают себя. Где они там тренируются, становятся сильнее. Но обычно сезоны, не знаю, кто знает, кто знает, где человек там с нуля прокачивается. Там любое, там никогда не сдавайся. Вот эти все самые банальные вещи. И вот они мотивируют. Да, в какой-то период. Ну, они обычно, это как тренинги. Там люди там смотрят, у них появляется мотивация там на одну тренировку, а дальше пропадает. Но вот с аниме так не происходит. Потому что серия за серией, серия за серией уже ты год как бы тренируешься и находишь ее. Даже в банальных вещах. А так, наверное, чувство, что там какой-то уже имидж, авторитет и ты не хочешь, чтобы он разрушался. То есть не хочется быть человеком, которого выигрывают. Ты уже борешься даже сам, чтобы там не проиграть, лишний раз зайти. Потому что, честно говорю, уже там прям супер стараться на тренировках, на праках тяжело. Ну, то есть ты понимаешь, что есть официалка и ты понимаешь, что на ней ты будешь стараться, конечно, да. Но все исходит из тренировок. И вот зайти и играть праки там и нажимать на стрейфики, там сейвить, то же самое, не оверпикать, думать головой на каждом раунде. Это уже как бы лень. И ты так смотришь на людей и удивляешься, господи, ты реально сейчас это сделал. Сделал все супер грамотно на праке и получил удовольствие от этого. То есть уже как бы тяжелее, чем до этого. Раньше я просто играл, как бы тоже джейм тайм, сейв. Мне просто прикалывало, что я реально круто играю, не ошибаюсь и даю максимальный импакт стараюсь дать. Там где-то, может, чего-то не знал и так далее. А сейчас уже, ты понимаешь, зажал W и побежал. Да разменяйте. Выиграйте, разменяйте просто. Но это неправильно. Надо, конечно, всегда стараться и, исходя даже с ММ, там начинать это все делать, чтобы был результат уже в важной игре. Сколько праков здесь? По-разному. Когда-то 4, когда-то 5, когда-то 6. Иногда можно и 7 сыграть. То есть ты в этих праках так же ставишь? Пытаешься играть так же, как играешь в сережном игре? Нет, потому что официалка отличается уровнем, сейчас скажу, правильных действий, правильных решений. И потому что во время прака я могу... Какие-то праки я скажу, там, пацаны, я сейчас постараюсь фулл фокус играть, да, там, чтобы... Потому что, когда там много праков, ты там плохо играешь, ты уже сам думаешь, блин, почему это делать, давай попробую сфокусироваться прямо чисто на своей игре. Но, по сути, так не выходит, потому что на праках я уже стараюсь чтобы мы хорошо как команда играли, чем за своими индивидуальными действиями. А уже на официалках я надеюсь на то, что моя команда и за счет того, что на праках мы это уже проходили, она уже поддержит меня и где-то я смогу отпустить эту капитанскую роль, и они все сделают за меня. Но на праках уже что-то не получается на 100% отыгрывать. Хотя все зависит от того, какие праки, да, то есть, где мы что-то тренируем и внедряем, либо там, где мы просто набираем форму. То есть, тоже, опять же, двояко. Ситуация со скинченджером. У тебя был бан за него. Так точно. Так, почему, зачем, а ты что повторяешь? И почему тебя разбанили от ревел нет? Ну его разбанили сейчас, почему тебя так быстро разбанили? Во-первых, там, поэтапно. Нам дали бан на IC. Это не варк бан, это просто на IC. В момент, когда я использовал, им пользовались два года назад. Ну два года подряд им пользовались все. Я попробовал, и как это бывает, сразу не повезло, сразу бан. То есть, я там поиграл, может, неделю. И сразу бан на IC. Именно потому, что на IC там специальный античит, и он не пропускает вообще никакие программы. И дали там бан за посторонние программы, грубо говоря. И все, я перестал пользоваться. Но, по сути, это постороннее ПО, и они его обновляли сами скинченджер там, чтобы обходить все эти даже античиты, блокировки. И уже, наверное, Valve поняли, что это прям как чит может действовать. Потому что они настолько все обходят, что там уже, в принципе, может не просто смена скинов быть, а уже там и что-то другое. И поэтому, наверное, была такая волна. Ну, как я, наверное, думаю. И почему меня разбанило его нет? Потому что у меня прошел год на IC, и меня анбанили. Ну, просто разбанили на IC. Его тоже разбанили через год. Но потом ему дали вакбан. Вот в чем отличие. То есть ты подозреваешься, что он получил вакбан за читы? Нет, я не знаю, за что он получил. Ну, как бы, никогда он с читами со мной не играл. И я склонен верить тому, что, конечно, он играл без читов. Потому что, ну, как человек может играть с читами, если я с ним играю столько лет? И я считаю, никогда, я не могу настаивать и говорить, что мое мнение супер верно. И я совершенно в нем уверен. Потому что это такое дело, что ты доверяешь, не доверяешь. Но по факту, там, у него что было? Его... Он играл ММ, ему кинули репортов, ему дали временную блокировку. А потом эта временная блокировка переросла вакбан. Не знаю, как это вышло. Не знаю, почему это вышло. Но в итоге это вышло не у него одного, а у большого количества юзеров. Может, не повезло, может, не знаю, еще что-то там. Это построение по скинченджере, они все-таки выявили его. Но... Ситуации различные. И когда-то бывает так, когда-то... Мне, на самом деле, повезло еще, что все так обошлось. И что потом... Потом... Мне никогда никто ничего не говорил. Мне сказал вопрос Айсия. Создай новый аккаунт, потому что ты не можешь играть со своего стима. Да. И у меня был новый аккаунт. Который, кстати, тоже взламывали, но там все обошлось. Но... И... Только недавно мне сказали, можешь заходить со своего основного аккаунта. Вот. Топ-3 игрока, по твоему мнению. Только можешь... Если что, это близ, поэтому можешь отвечать просто три слова и все. Блин, а я... Как всегда, я начинаю воду какую-то лить. Но пусть будет Coldzera. Адрен. Адрен. Форест. Какой Адрен? Наш. Казахский. Подожди, стой, стой. Ты сейчас сказал Coldzera. Адрен. Да. И... Форест. Что-то такое. Почему Адрен? Я просто не так давно узнал, что он выигрывал чемпионаты мира в Сорсе. В 1.6. В CS GO. Да. Кто еще в мире выиграл все чемпионаты в разных версиях Counter-Strike? Нет таких игроков. Поэтому, если человек в любой игре способен выиграть чемпионат мира, то он должен быть в списке. Но я это сам недавно узнал. Поэтому вот так. Это достойно, кстати. Я не задумывался. В чем твои главные минусы? Что ты хочешь исправить в себе? Да, в принципе, нормально все. Я думаю, что... Ну, это минусы, не минусы. Допустим, там, образ жизни. Это все самое стандартное, что у каждого человека примитивное. Там, спорт, образ жизни, что каждый там себе ставит каждый год условно, и что он там не выполняет. Все это обычное, стандартное. Как бы, ничего сверхъестественного. То есть, ты довольна собой? Ну, не то же довольна, просто живу, плыву по течению, как бы, существую. Все, ничего такого. Как у тебя на личном фронте? И думаешь ли ты, что это мешает развитию? У меня есть девушка. Она из Волгограда. И мы довольно долго уже общаемся и встречаемся. Из-за того, что она в Волгограде, я думаю, она мне не мешает никак. Я играю в КС. Она учится по поводу, там, мешает ли личная жизнь. Я думаю, нет. Если грамотно выстроить, то все. Но, опять же, вот, если вы живете вместе, совместно, тут должно быть личное пространство. То есть, у каждого человека, чтобы он мог там заниматься своим делом. Наверное, ну, я не знаю, как это. Я не опытен в этом, как там все обстоит эти все. Да, поэтому не могу сказать, но если, в принципе, ты не прям, не умеешь разговаривать, не умеешь находить контакт и не можешь объяснить свою позицию, не можешь договориться, то, наверное, будут проблемы. Но если ты нормальный человек, способен говорить, то проблем не должно быть. Работает ли JaneTime в своем финансовом плане? Копишь ли ты на что-либо? Я коплю на что-то достойное меня, на что-то, блин, нормальное. Квартиру. Все. Ну, просто коплю. Да, потому что сейчас такое время, то, что зачем о чем-то думать, кроме ККС. Важно раскидать деньги по разным, там, типа, валютам, чтобы стабильность была. И потом уже, когда будет время, я уже начну думать, что как можешь вкладывать, можешь купить недвижимость, сохранить. Сейчас, во-первых, не так много денег, чтобы уже задумываться о том, что с ними делать. А во-вторых, во-первых, во-вторых, сейчас есть цели, игра и главное, чтобы тебя ничего не отвлекало от этого. У тебя есть права? Нет. Никогда не думал? Думал как раз, чтобы просто музыку послушать и все, а так нет. Ну, это хороший вариант. Ну, такая большая колоночка. Просто это как развлечение можно тебе использовать? То есть, понятно, делать и выезжать никуда не можно. Ну, с моим образом жизни машина не прям важна, но еще, помимо этого, я считаю, что машина должна отойти на второй план после квартиры. Может даже запасной квартиры, уже может какой-то дачи, чтобы ты уже понял, что тебе нечего уже покупать и ты уже тратишься. Там татуировку сделал себе со скуки, там еще какой-нибудь аудио-центр купил, PlayStation, игры, машина ходит вот в это. Что ты купил самое дорогое за всю свою карьеру? Я помогал маме, ну, всякими покупками, там ремонтами, а конкретно вот так, чтобы игрушечки какие-то, то это iPhone. О чем я жалею сейчас, потому что Дуров сказал, что я на андроиде сижу, ваши iPhone, приложение блокируется. И вот это, конечно, да, плохо. И кроссовки, и балансяги. Но себя оправдывать тем, что был повод, я вернул свой второй аккаунт, с которого играл ESEA. Ну, типа, как бы, надо было себя походить. То есть, моя карьера могла закончиться тогда уже. Второе, нам дали суточные огромные в евро, которые надо было потратить, в принципе, потому что эту разную валюту в кошельке возить не очень. То есть, за всю историю, трехкратный финалист чемпионата мира купил Панциягу и помог маме? Ну, там, iPhone. Топ-3 снайпера в CS GO. Так, в разные периоды... Не, сейчас. Сейчас, я думаю... Ну, блин, тяжело сказать так. Ну, девайс стопудовый, вот девайс стопудовый. Симпл за его, они, конечно, крутые снайперы, они универсалы, они на всем могут. Ну, так, чтобы, я просто, наверное, снайпер... Ну, их можно сказать, да? Ну, как раз таки, они и в топ-3 за последние два года. Но, если они просто универсальные талантливые игроки, то можно других играть. Типа, там, Сурсен, Кэйдиан, они в этом году тоже набрали форму, и они тоже хороши. Есть ли у вас самый сложный оппонент, против которого вам сложно играть? Безусловно, как и у каждой команды, у нас есть свой соперник, но называть его я не буду, так как это может... Они могут среагировать? Да, и они уже станут не таким уж... Наоборот, они будут думать, что они лучше нас, и из-за этого мы будем их выигрывать. Окей, ну... Важно, чтобы у тебя всегда был тот соперник, который тебя выиграет. Потому что, если мы им скажем, то мы начнем их выигрывать. А когда ты непобедимый... Ты великий, я салют в честь моей правды. Да, да, да. И кто же это? А он не скажет. Я не скажу. Были ли у тебя проблемы из-за киберспорта по здоровью? Ну, да. Ну, как бы, как у всех. Там, позвоночник, лишний вес, может, какие-нибудь стрессы, плохой режим, там, витамины. Но из-за того, что я молодой, у меня, в принципе, не так все плохо. Внезапный вопрос. Что ты скажешь про твоего бывшего тиммейта Паша Нож? В двух словах. Два слова? Ну, Паша Нож. Хороший человек, рофлер, веселый, разбирается и в игре. Ну, когда мы с ним общались, это было года три назад, в принципе, все понимал. Но, наверное, ну, он сейчас изменился. Там, раньше он был помоложе, поострее на язык. Сейчас-то, мне кажется, у него такой образ больше доброго, семьянинного, там, капитана. Молодых себе подтянул, их там, учит, подсказывает. Ну, наверное, так. Ты снимал бузил фейсит, вы зарабатывали деньги? Ну, это один месяц было, мы не заработали деньги, мы заработали пару скинов. За один месяц. Сколько у вас был логинский? У меня 59, у него 65. Как это получается вообще? То есть, там столько крипы играют или у вас? Не-не-не, там играли все фейситы, не FP. Ну, FP, там мы играли против боксиков, всяких. Потом играли там Ропольф Фрапса вроде. Или это мастер-лиги уже было. Ты поднялся в этой лиге, заработал деньги с Пашей. Я советую, которые попадают во в полце, на квалификации к ним. Что нужно подкачать, чтобы играть с трантомами и повышать свои рейтинги и занимать топ-100? Так, я думаю, надо найти какого-нибудь игрока из FPL, который вам симпатизирует по его индивидуальной игре, скилу, там, понятно, ваша роль, грубо говоря. И смотреть его демки, даже из миксов, и смотреть, как он выигрывает. Ну, а лучше, конечно, смотреть, ну, у кого большой винрейт. То есть, почему у него этот винрейт такой большой. Наверное, первое, чтобы я сделал. Потом, наверное, ну, в общем и целом развиваться как игрок, чтобы выиграть. Потому что очень часто вот это мнение, да как мне выиграть со мной четыре поляка. Хотя зайдет симпл, влюбуюсь так, и как бы выиграет. Вот. Значит, ты не достаточно скиллованный, чтобы тащить за собой четверых. Все очевидно. Сколько тебе было часов, когда ты понял, что у тебя есть перспективы чего-то добиться в CSGO? Или в каком это было году? Вот это вот само осознание того, что ты чего-то там стоишь. Я помню, вот Call Zero говорил, когда он выигрывал на трене официалкой. То, что, ого, я оказывается киберспортсмен. Нереальный. Там крутой игрок уже. Это осознание, оно обычно его нет. Оно происходит уже по истечению какого-то времени, когда ты уже прошел какой-то путь. Условно, я там выиграл минор, съездил на мажор, меня кикнули, вернули, еще сыграл. И потом я уже понимаю, ну да, это уже жизнь, какой-то отрезок. Ты там киберспортсмен, за тобой там следят. Постоянно ты там на виду, кто следит за CSGO. Но вот конкретно, когда ты играешь, у тебя нет прям такого вообще рефлексии по поводу того, что ты там уже перешел на следующий этап. Этого нет. Это происходит со временем. А еще, когда ты становишься киберспортсменом, наверное, да, там какая-то первая команда, все твои мысли направлены на то, чтобы ты хорошо играл. А не на то, типа, кем я являюсь. Ты как бы не думаешь ни о чем лишнем. Как родители реагируют и реагировали на твои успехи в киберспорте? Сейчас они положительно реагируют, потому что это уже стала частью меня. Я там зарабатываю, живу, грубо говоря, в свое удовольствие. То есть это жизнь, о которой я на самом деле мечтал, когда там смотрел стримы дредов, соло по доте. И до этого, конечно, недопонимание. Это с этим все столкнулись впервые. Тогда же речи не было о таких деньгах, которые сейчас. Тогда вообще, когда я этим увлекался, то есть даже все опытные, там, Эдвард, Адрен, они играли не за деньги, а за идею. И я, в принципе, тоже начинал играть просто потому что мне нравилось. А вот эти вот призовые, постоянные турнирные операторы, новые спонсоры, это уже пришло все гораздо позже. И вот когда даже об этом нигде не было, там, в новостях, на слуху этого не было, тогда, понятно, все относились плохо к этому. А они смотрят твои игры? Мама смотрит HLTV таблицу. А вот кто тебе что-то говорит, цифры говорит, чтобы о экономике. Да, и она там не переживает, тоже не смотрит прям игры. Она смотрит только против команд, вроде как, я понял, которые… Тер-1? Нет, наоборот. Тер-3, там, Тер-4, да-да-да, где она… А где там сомнуха какая-то, то она не смотрит, чтобы не переживать. Вау. Дала лайфхак для всех родителей. Пригодно. Поддерживаешь ли ты общение со своими друзьями до киперспорта? Угу. Я видел твой пост, когда ты писал о овердрайве о том, что если сравнить отношения к друзьям до успеха и после, оно одинаковое, просто люди себя по другому воспринимают. Это был хороший ответ. Остались ли тебе вообще друзья? Да. Ну, я считаю, что, наверное, остались мои друзья. У меня круг общения раньше был там по футболу, одноклассники, соседы по улице. И потом уже круг общения стал переходить в КС-сферу, то есть люди там с города, с которыми я играл, с которыми там проводил время. То есть сейчас с ними я общаюсь больше, чем со своими старыми одноклассниками, потому что, ну, как бы… У нас больше общих тем по истечению времени, но каких-то мостов я не разрываю и стараюсь по времени, если я в городе нахожусь с ними встречаться. Да, и, в принципе, мои одноклассники, они все, как бы, как так или иначе связаны. Мы с ними ходили на ланы. Ну, сейчас уже гораздо меньше. Да, и, в принципе, относительно того, как я общался, это, считай, я не общаюсь с ними, но по факту я не общаюсь сейчас ни с кем, то есть там, ну, два человека. Потому что, ну, чем за себе ты становишься, тем больше времени ты проводишь со своими, как бы, коллегами, там, тиммейтами, больше, да. Там один-два человека остались, с которыми я там постоянно переписываюсь, но, опять же, может, там через два года и они пропадут. Когда последний раз ты виделся хоть с одним человеком? Недавно, зимой. Ну, у меня есть, на Питере есть один знакомый друг, тоже из КС-сферы, и я с ним вижусь периодически, когда у меня есть окно какое-то, и оно не занято. Сложно ли играть против Na'Vi? Да, безусловно, там собраны одни из лучших индивидуальных игроков мира, и команда постоянно прогрессирует, меняет, добавляет. Там работает большая команда с ними, и, конечно, это очень сильный соперник, серьезный. В дуэли с Симплом, ты чувствуешь его? Я чувствую, что человек играет на высоком уровне, но конкретно какого-то соревновательного момента у меня с ним нет. Да и, в принципе, наверное, это было звучало, да, я там с Симплом соревнуюсь, а дела... Я соревнуюсь как игрок, потому что, ну, то есть, если б я там сдался, либо еще что-то против лучшего игрока мира, со многих слов, там, всего КС-а, да, то есть, ну, у меня, понятно, есть какая-то дуэль с ним. Потому что лучший игрок мира хочется показать, что ты тоже, как бы, не промах. Но конкретно я ставлю результаты команды выше, чем свои, и если я даже в салат все плохо буду делать, но мы победим, то я выберу это. Ты же видел после ШЛТ, то, что ты мог занять ТОП-30 с Миром? Нет, не видел. Нет? То есть, самые близкие были из СНГ, это ты и Мир. Вы в ТОП-30 были. Прикольно. Мне повезло. Ну, в прошлом году я был 22-й, вроде, или 21-й? По-моему. Вот так вот. Все. 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 It's over. Ребят, это было интервью вместе с Николаем Соболевым. Спасибо тебе большое. Это было реально классно. За всю историю интервью это был самый лучший выпуск, по моему мнению. Но в монтаже, может быть, все изменится. Посмотрим. Спасибо, кто смотрел. С вами был я, Эрик Шоков. И ждите новые ролики. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и играйте на Собиршоке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!